Вот у нас с ближним, вот с дальним. Это у нас с ближним светом и противотуманками. Всем привет! Вы на канале Народный Дообзор, меня зовут Арсений. И сегодня я решил сделать такое видео, связанное с оценкой качества света, как ближнего, так и дальнего, автомобиля Cherry Tiggo 8 Pro. Сейчас пока еще светло, но с наступлением темноты я приеду в эту же точку. И мы с вами постараемся проанализировать, насколько хорошо этот автомобиль освещает дорогу в темное время суток. Пока я буду вести подготовку, я обязательно посчитаю, так сказать, расстояние. Не знаю пока, насколько мне удастся это хорошо сделать. В конце концов, вы сами там все потом увидите. И посмотрим, насколько, собственно говоря, свет добивает вдаль, насколько он хорошо освещает дорогу. Засекать свое местоположение я буду при помощи вот этих вот столбов. В принципе, расстояние между ними вполне себе фиксированное. Ну и будем смотреть вот туда вдаль, насколько хорошо по дороге это все дело добивает. Итак, друзья, я нахожусь примерно в 120 метрах от той точки, которую я фотографировал. Вот еще раз она на экране. В принципе, включен у меня сейчас дальний свет. Ну и работают чисто габариты. Камера сейчас высветляет, наверное. Ближний, дальний. Ну и давайте я включу, продемонстрировать сейчас, как работает противотуманка. Ну вот видно, что они в принципе увеличивают ширину, скажем так, да. Если я вот сейчас несколько вбок. Так, одно открою, чтобы отражения не было. Вот с туманками, вот без них. С туманками, без них. Без света вообще. Ну, габариты только горят. Хотя камера, слушайте, камера достаточно неплохо пишет. И в темное время суток я очень удивлен. Вот у нас с ближним, вот с дальним. Ну и давайте немножко, наверное, прокатимся с дальним светом. Не знаю, насколько удастся это вообще проанализировать. Потому что все-таки для такого вида тестов обычно используется специальное оборудование. Которого, естественно, у меня нет. Вот у меня включается подсветка поворотов. Ну, вот сейчас где-то, наверное, метров уже в районе 60 до той точки. Вот давайте. Так, не буду сильно выкручивать. Так, туманки я, наверное, все-таки включу. На постоянку. Ну, давайте. Сейчас, наверное, уже где-то метров 40. Примерно. Насколько хорошо видно. Ну, мне кажется, достаточно неплохо. Ну, вот вдаль, опять же, зависит, конечно, от рельефа дороги. Вот, в принципе, я думаю, вы видите, вот там вдалеке стоит треногий столб. И после него я вижу еще раз, два и еле-еле третий столбик. Не знаю, видео передаст, не передаст. Ну, то есть, на самом деле, вот если стоять, то вдаль где-то метров, ну, 200. Минимум. Да нет, наверное, метров 300 все видно. С ближним светом. Ну, где-то, наверное, метров 150-200. С дальним, ну, да, 300. Ну, и туда дальше, конечно, видно, но на скорости это чувствоваться не будет. То есть, свет достаточно, на самом деле, очень качественный. Ну, всегда, конечно, хочется большего. Ну, и теперь, так сказать, в условиях реальной жилой застройки я стою на газоне, потому что дорога здесь очень узкая, чтобы не мешать никому. Ну, и, соответственно, это немножко накладывает. В плане того, что рельеф местности немножко бугристый, да. Ну, вот, смотрите, это у нас с ближним светом и противотуманками. Сейчас включу дальний. Вот это с дальним светом. Ну, расстояние вот до самого дальнего столба, который вы сейчас можете видеть, порядка, наверное, 120-140 метров. Я обязательно точные данные укажу на видео. Ну, повторюсь, свет достаточно классный. Вот это ближний. Выключаем туманки. То есть, видно, что туманки, на самом деле, дают сразу такую солидную часть подсветки. Вот с дальним без туманок. Вот с дальним с туманками. Кстати, камера достаточно неплохо ночью снимает. Ну, вот сижу здесь я, такой, в полусумраке. Да уж, что там, во мраке. Надеюсь, кому-то видео будет полезным. Подписывайтесь на меня на Дзен-канале, если хотите поддержать развитие проекта. Сделать это можно с помощью сервиса Сбер-Чаевые, либо переводом на карту Тинькофф. А на этом у меня пока все. С вами был Народный Добзор. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok